Все, чем живет полуостров сегодня. В эфире Радио Спутник в Крыму. Продолжаем прямой эфир. У микрофона Леонид Радюков. Еще раз здравствуйте. Говорим на крайне важные темы о семейных ценностях. И пока Европа ведет политику, направленную на уничтожение этих самых ценностей, Россия выбирает путь развития традиционного института брака и духовно-нравственного воспитания молодежи. Именно эти принципы теперь закреплены в государственном празднике. Дни семьи, любви и верности. И сегодня у нас в гостях присутствует секретарь Крымской митрополии, протеерей Александр Якушичкин. Отец Александр, здравствуйте. Здравствуйте. Руководитель благотворительного фонда «Будем милосердный» Нона Бахарева. Нона Найлгуджина, здравствуйте. Здравствуйте. Социолог, кандидат философских наук, доцент кафедры философии КФУ имени Вернадского, Олеся Жупник. Олеся Николаевна, здравствуйте. Здравствуйте. И семейный психолог Юлия Богатырева. Юлия Александровна, здравствуйте. Здравствуйте. Я чувствую себя неловко. Отец Александр, представитель церкви, социолог, общественный деятель, деятельность связанная с семьями, с детьми, семейный психолог и простой филолог. В одной студии я чувствую немного себя неловко. Отец Александр. Будьте увереннее. Будьте увереннее. Простых филологов не бывает. Спасибо большое. Ну, а теперь действительно о важных вещах. Вот здесь, отец Александр, ну, вроде как было все понятно. Ну, вот семья, да, мама, папа. Почему сегодня мы должны делать на этом вот еще особенный акцент? Почему сегодня нужно об этом молодежи напоминать вот еще раз, если не несколько раз? Ну, я не открою секрет, что определенную часть своей жизни я проработал в образовании, преподавал историю. Да и сейчас приходится бывать часто в школах. Почему нужно говорить о семье? Вот раньше, когда заходил в класс, ну, лет 20 назад, и говорил нам, придете домой, спросите у мамы, у папы. Прошло какое-то количество времени. Сейчас я уже остерегаюсь так говорить, чтобы не нанести душевную травму некоторым детям, потому что у некоторых, ну, нет папы. Есть только мама. Я не говорю сейчас о причинах, почему так происходит. Я говорю о данности, о явлении. Семьи рушатся. Раз. Семьи создаются. Да. Это действительно радует, что молодежь стремится создать семью. Это действительно так. Но очень много этих семей потом завершает свою дорогу совместную, так и не вступив в большую жизнь. Это первое. Второе. Долгие годы мы пребывали в некоторой эйфории от того, что наконец-то мы приобщились к великому, заграничному, яркому, блесткому. Но вспоминаются мне почему-то сразу наши шоколадные конфеты, которые, там, эти мишки на севере, что там еще было, да, которые не имели таких красивых, блестящих оберток, как заграничные, вот, но которые были гораздо вкуснее и... И ничуть не хуже. И ничуть не хуже, и самое главное, не опасны для здоровья. И вот мы вступили в эту пору перенятия европейских ценностей, забыв призыв Николая Яковлевича Данилевского, нашего философа, хватить европейничать, и попытались поевропейничать. И потом обнаружили, что у нас на 10 браков больше половины разводов, там, 5 или 6, допустим, разводов из 10. И мы обнаружили, что мы просто исчезаем, как народ, как страна, как государство. Мы смотрим теперь на это чудо Европы, увидим, что она уже практически почти исчезла, потому что у них ситуация еще более страшная. Они свои гендерные ценности возвели в ранг государственной политики. Они забирают детей из семей. У них много мигрантов. Да, это все замечательно. Но будет ли это Европа через 10-20 лет той Европой, которая подарила нам столько классиковой литературы, музыки, живописи? Это да, эта территория никуда не исчезнет, если, не дай бог, не случится какой-то катаклизм с земным шаром. Но кто ее будет населять и какие ценности они туда привнесут, это уже вопрос. Хотелось бы, чтобы мы сохранились как страна, как народ. И чтобы наши дети потом родили нам внуков, и чтобы мы их могли видеть и говорить с ними минимум на одном языке. А максимум, конечно, чтобы они разделяли наши духовные убеждения, исторические и культурные традиции своих прадедов и прапрадедов. И чтобы мы вместе сообща составляли наше государство, нашу страну и чувствовали себя в ней не гостями, интуристами, а хозяевами жизни и своей судьбы. Абсолютно с вами согласен. Вспоминаю определенную часть своего образования, которая была связана с Германией. И мне там на выбор, когда я заполнял анкету на вступление, уже нужно было, мне предлагали три, как это, квадратика, да, не М же просто, а еще и третий был, да, Д, ну там, диверсы у них так называется это. Так что, да, ценности западные вызывают определенные вопросы. Но, Нейл Гуджимовна, вы как, как вы ощущаете вот этот кризис семьи на данный момент? Да, конечно, еще раз хочу сказать, что рассказывали нашим детям о том, что брак не обязателен, что рожать детей надо после сорока, получайте образование, копите деньги, в этом ценность жизненная. А может и не нужно рожать детей, живите для себя. Есть у нас, как они себя называют, звездами, которые из телевизоров и соцсетей говорят нам о том, что можно, чтобы не семья рожала детей, кто-то за вас выносит, кто-то за вас родит. Ну вот, как бы на сегодняшний день я хочу сказать, что общаясь с студентами, с ребятами, когда мы с Министерством здравоохранения выезжаем с лекциями и говорим о том, как это важно в молодом возрасте создать брак, рожать молодыми детей, потому что здоровье оно в молодом возрасте, здоровье. А потом возникают всякие гормональные изменения, и детей сложно рожать. Как важно сохранить себя для мужа, а мужу важно полюбить одну и навсегда, поскольку вся эта инфекция, она сопровождается дальше на протяжении всей жизни, и беременность выносить невозможно, родить здорового ребенка невозможно. И это не простые слова, это действительность, это то, что мы видим сегодня в больницах, это то, с чем сталкивается сегодня мой фонд, с огромным количеством заболеваний, детей спасают, сегодня есть препараты, сегодня есть оборудование. Но, еще раз говорю, сегодня отовсюду нужно говорить, берегите себя, сохраните себя для одной вечной любви и рожайте детей, будьте счастливы. Все-таки просвещение сегодня, это вот такой кровоугольный камень, то, чего не хватает, да, сегодня? Да. Леся Николаевна, с точки зрения социологии, вот, насколько я помню, и последний раз, когда я что-то по этому поводу узнавал, количество разводов у нас в стране, ну, просто поражало тогда, вот, процентным соотношением своим. На сегодняшний день тенденция, или, по крайней мере, данность какая, есть тенденция положительная, отрицательная, как обстоят дела? Ну, по состоянию на 2022 год из миллиона разводится 600 тысяч. То есть, больше половины? Больше половины, то есть, каждый второй, даже больше, и из тех, которые еще заключают браки. Вот, потому что тенденция не заключать браки, она тоже возрастает. То есть, это также свидетельствует о таком своеобразном кризисе, о том, что двое людей не способны сейчас вместе жить. Понимаете, вот, такое, мне очень нравится, вот, исследование Рона Ланстаги, это бельгийского социолога, и он говорит, а почему так происходит? Почему распадаются семьи? Что же случилось? Он говорит, а потому что мы отходим от ценностей, те, которые нам были даны, даже в той же Европе, да, христианские ценности, мы отходим от них. А все-таки христианская культура, она предполагает жертвенность, да, бескорыстие ради другого. Вот, сейчас мы полностью переключились на индивидуализме, сфокусированном на себе. Вот, и рост вот такого рода ценностей, оно, оно как бы, то есть, такой обман. То есть, это обман, вот, вспоминается такая история известного скульптора Микеланджело, вы спросили, пришли к нему, вот, перед ним стоял камень, глыба, он делал свою известную скульптуру Моисея. И говорят ему, а кто это? Он говорит, это Моисей. Они говорят, какой же это Моисей, если это глыба? Он говорит, ударами придается форма. Он говорит, он будет, но вот это именно терпение, жертвенность, то есть, не просто я расту, как в поле, да, и, как бы, я, моё эго в центре всего. Вот, вот, какие ценности сегодня, как бы, пропагандируются, вот. А именно те ценности, жертвенности, любви, ну, этим формируется Личность также, понимаете, то есть, и человек, то есть, подмена понятия любви сейчас происходит, понятие счастья, вот. Вот, и человеку очень сложно ориентироваться в сегодняшнем мире, поэтому уже сказали об этом, что нужно просвещение. Это образование, и это церковь, церковь, одно из самых важных, понятно, потому что русская душа, это христианка по своей сути, да, то есть, она стремится к Богу, вот. И, вы знаете, был гей-парад, транс, вот, в Нью-Йорке, вот, и жители Америки возмутились, они несли уже такие плакаты, и кричали, что мы придем за вашими детьми, это были уже трансвеститы, вот, и они, американцы, они между собой, они уже не имеют права, потому что приняты законы, понимаете. Вообще-то гей-парады, это не просто демонстрация своего образа жизни, гей-парад, это еще и требование изменить законодательство, вот. И две вещи всегда, которые требует ЛГБТ-сообщество, первое, это поставить вот эти однополые браки на уровень с браком, с семьей, и второе, это усыновление детей, ну, и потом все аморальные законы и так дальше, вот. То есть, они требуют законы, поэтому очень важно, вот, те инициативы, которые сейчас принимаются в России, происходят на уровне государства, когда принимаются законы, которые охраняют семью, защищают семью, в том числе и от пропаганды ЛГБТ, поэтому и на уровне, очень важно, вот, проведение на государственном уровне праздника семьи, это, знаете, это такое, как бы, луч света в темном царстве, поэтому... Да, я вот благодарю коллегу за высказанное отношение к традициям, христианским традициям, православным традициям России. Вы знаете, я все-таки вернусь, вот, пусть уже Европа там занимается своими ценностями, и главное, что нам уже их не навяжут, мы, наконец-таки, сняли розовые очки и поняли, что Запад нам не поможет. Ну, вернее, он может помочь в одном – погибнуть, как государство, как цивилизация, как православная традиция. Но вот все-таки вернусь на нашу землю, вот, к тем разводам, да, которых великое множество. Почему это происходит? Действительно, просвещение. Нужно говорить, да, в школы, в высшее учебное заведение, достучаться до сердца каждого человека, независимо от его возраста, и вспомнить, что же такое с точки зрения нашей духовной традиции любовь. Мы в Священном Писании читаем «Бог есть любовь». То есть Библия ставит это слово на достаточно высокое место. Не заниматься любовью, не заводить отношения. Это еще тоже лукавство века сего, когда происходит элементарная подмена понятий. Семья, любовь, отношения и так далее. Сегодня с одним, завтра с другим. А что же это любовь? Так вот, с точки зрения евангельской истины, любовь – это всегда жертва. Однажды к патриарху Кириллу, когда он еще не был патриархом, он был митрополитом, приехала молодая пара брать благословение на венчание. Это были ребята современные, они приехали на мотоцикле, они сняли свои шлемы. Очевидно, они знали, что хорошо взять благословение перед совершением таинства венчания. И пришли «Владыка благословите». И вот святейший патриарх рассказывал, я не стал их благословлять сразу. Я спросил у него, ты ее любишь? И он немножко замедлился с ответом, вспоминая, что такое любовь или что-то другое. И тогда, вспоминает патриарх, я задал им следующий вопрос. Вот представь, вы сейчас приехали на мотоцикле, вы же поедете. А представь, что произошла непоправимая авария. И вот из этой прекрасной, красивой девушки она станет инвалидом, который будет на всю жизнь прикован к постели. Ты сможешь посвятить свою жизнь этому человеку? Ты сможешь отдать себя в жертву, отказаться от чего-то своего, что тебе хотелось бы чем-то заниматься и так далее, для того, чтобы отдать этому человеку часть своей времени, часть своей жизни. И тогда он задумался. И вот говорит святейший патриарх, то, что он задумался, это свидетельство о том, что он стал думать. Действительно ли он любит этого человека? И любовь ли это? Та самая любовь, о которой говорит церковь. Одна и навсегда, вместе и до конца своей жизни. Так, как и Петр и Феврония прожили, память которых мы празднуем 8 июля в День Семьи, Любви и Верности. Поэтому вот учить любить, учить осознанию того, что любовь – это жертва, это взаимный компромисс, это взаимная уступка. Но это не просто компромисс, это не просто уступка. Когда мы дарим подарок близкому, любимому человеку, мы сами получаем от этого радость. Вот это действительно и есть любовь. Когда мы взаимную радость получаем, когда мы получаем взаимную любовь. И этому нужно не просто, об этом нужно детям не просто говорить, этому нужно учить на своем примере. Не словами красивыми, умными и правильными, а примером, жизнью, ну, я добавлю все-таки и чтением классической литературы, классической музыки, замечательного классического кинематографа и русского, и прекрасные примеры есть и зарубежного кинематографа. Не только боевики, не только фэнтези, где много всевозможных спецэффектов, прекрасный звук и так далее, но где нет души, где нет сердца. Вот к этому всему нужно приучать. Вот как мы учимся слушать классическую музыку. Вначале это Бетховен к Элизе, потом лунная соната, потом что-то еще, еще, еще. И тогда, может быть, мы дорастем до лунной симфонии Алимдара Сабитовича Караманова, нашего симферопольца. Абсолютно с вами согласен. Здесь любовь, жертвенность, действительно, по крайней мере, в моем понимании, семейная жизнь – это еще и тяжкий труд. Потому что семья в какой-то момент сталкивается с таким страшным понятием, как быт. И вот здесь, Юлия Александровна, вот с точки зрения психологии, семейной психологии, насколько часто это является как раз таким барьером, может быть, который не все преодолевают, или, по крайней мере, встречаясь с которым, вынуждена обратиться к психологу. Лодка любви разбивается камень быта. Вот есть ли те, которые не разбиваются? Ну, на самом деле, это действительно довольно частая проблема у людей, которые обращаются к психологам, у семейных пар. Часто бывает такое, что люди не могут выйти из этой ситуации просто хотя бы только потому, что отсутствует любовь в паре. То есть можно бесконечно работать над отношениями, сохранять семью ради ребенка, ради еще каких-то юридических вопросов, или просто чтобы люди что-то не подумали плохое. Но если в паре отсутствует любовь, то это так или иначе приведет к каким-то проблемам в будущем. Но многие пары стремятся работать над отношениями. И очень здорово, когда пары, которые обращаются к психологу, вспоминают о том, что их связало, когда они познакомились, когда они вступили в брак, вступили в отношения. Это, как правило, действительно могла быть и любовь, или какие-то другие чувства. И если люди помнят эти чувства и хотят восстановить семью, то все возможно. И психолог, как специалист, таким людям в помощь. Но хочу подчеркнуть, что в любой семье любовь и взаимоужение между партнерами – это базовые вещи, на которых, как оплот, базируется микроклимат, здоровый микроклимат любой семьи, в которой растет ребенок и впитывает все вот эти вот внутренние, скажем так, процессы между родителями как основу своей жизни. Какие-то паттерны формируются, которые влияют потом на его выбор, мировоззрение и так далее. Поэтому здоровая, счастливая семья, полная любви – это всегда путь в здоровое будущее каждого ребенка, которое растет в такой семье. Ну, здесь очень важная тема, действительно, дети, будущее. Вот здесь тоже, может быть, исходя из практики, насколько хорошо справляются семьи с появлением ребенка, насколько они, может быть, изначально осознавали, какая это ответственность, какой это труд, и как укрепляют дети семью? Ну, вообще, понятие, как укрепление семьи с помощью ребенка, это довольно, мне кажется, неправильное понятие. В принципе, ребенок – это плод любви, и когда это рождается новый человек, появляется новая душа, приходит в мир. И если ребенок был зачат с целью сохранить отношения или как-то манипулировать, или просто необдуманно, неосознанно, как будто бы просто какой-то дополнительный, не знаю, атрибут, если можно так выразиться, то, безусловно, это всегда влечет за собой определенные проблемы. Дети впитывают все, как губка, и такие вещи они чувствуют бессознательно, то есть психикой своей, и это может потом в последующем повлечь определенные нарушения, определенные психологические травмы, которые отразятся на его здоровом будущем. Поэтому заводить ребенка, чтобы просто заводить ребенка, это неправильно. То есть ребенок должен быть осознанным решением от сердца к сердцу в новое сердце. Вот так, если можно выразиться. Я поддержу коллегу в том плане, что действительно рождение дитя, только не заведите ребенка. Завести можно, на мой взгляд, собачку, кошечку. Вот ребенка все-таки следует родить, либо усыновить. Но тем не менее, когда ребенок появляет в семье, это действительно должен быть плод осознанного действия мужа и жены, но не партнеров. И если мы говорим, а мы говорим сейчас о духовных традициях, извините, нравится это кому-то или нет, но духовные традиции Российской Федерации, это прежде всего православная культура. Так вот, в православном понимании, мировоззрении, брак создается один раз и навсегда. И там нет понятия развода. Нет понятия, кстати, в церкви развенчания. Развод – это грех. То есть, совершается таинство венчания. Одно из семи таинств – это таинство венчания. То есть, это не просто красивый обряд. Красивый, конечно, и в ЗАГСе тоже. Там дама в бархатном платье, с бляшкой на груди выходила. Я помню свою регистрацию брака. И хорошо заученным текстом что-то такое рассказывала. И потом все расписывались. Так вот, венчание в церкви – это не обряд, это таинство. Наряду с таинством крещения, таинством исповеди, таинством причастия. И вот церковь учит нас, что такое таинство должно совершаться один раз. По снисхождению к человеку благословляется в отдельных случаях второбрачие. Ну, например, смерть одного из супругов, либо совершение греха супружеской измены, которая тоже, кстати, является сейчас очень большой проблемой. Но это тема, наверное, для отдельной радиопередачи. Так вот, я хотел бы для наших радиослушателей напомнить замечательную повесть Николая Васильевича Гоголя «Старосветские помещики». О том, что любовь не всегда бывает такой яркой, искрометной, кричащей с экранов телевизора и так далее. Что это бывает совершенно другое чувство, которое дома, которое под домашним покровом обнимает два любящих сердца. И что любовь, в общем-то, можно воспитать в себе. Воспитать в себе. Вот я вот к этому и подхожу. Спасибо, Леонид, что вы мне... А у нас просто пару минут остается. Я понял. Не из него уже нет. Очень часто любовь рождается. Рождается в процессе осознанного выбора, духовного прежде всего выбора. Я говорю сейчас от православной традиции. То есть, если ты хочешь, чтобы эта женщина была матерью твоих детей, если вы хотите вместе воспитывать своих детей именно в той духовной традиции, которой вы оба принадлежите, и вместе вы создаете семью, то иногда это чувство любви возникает и в процессе этого совместного движения. Вот как если мы возьмем два камня с острыми камнями, они могут в мешок положим, они могут этот мешок порвать. Но если мы эти камешки будем перетирать друг от друга в процессе семейной жизни, то эти камешки станут гладкими, мешочек, наша семья останется целой. Целой, вместе и навсегда. Действительно, такая важная, вот крайне важная и при этом необъятная, даже на мой взгляд, тема, к сожалению, ограничена нашим эфирным временем. Я благодарю вас за то, что вы сегодня посетили нашу студию. Напоминаю, что сегодня у нас в гостях были секретарь Крымской митрополии и протеерей Александр Якушечкин, руководитель благотворительного фонда Будем Милосердный Нона Бахарева, социолог, кандидат философских наук, доцент кафедры философии КФУ имени Ирнацкого Олеся Жопника, семейный психолог Юлия Богатырева. Вам еще раз большое спасибо и до свидания. Все, чем живет полуостров сегодня. В эфире радио «Спутник» в Крыму.